Первенство и чемпионат Московской области состоялись в спорткомплексе «Надежда». Соревнования собрали более 300 бойцов из 13 городов региона. О том, как прошли состязания, в нашем репортаже. Торжественное шествие участников соревнования, гимн России и приветственные слова гостей. Старт чемпионату и первенству Московской области по панкратиону дан. Спортменов поздравили заместитель главы администрации Серпухова Ольга Сидоркина, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, герой России Павел Останин. Я рада вас приветствовать от лица главы городского округа Серпухов Дмитрий Вячеславовича Жарикова в нашем дворце спорта «Надежда». Очень я рада отметить, что данный вид спорта становится популярным на нашей территории. Наши спортсмены становятся победителями соревнований очень высокого уровня. Я сегодня хочу всем пожелать честной борьбы, бодрости духа, показать свой профессионализм и, конечно же, завоевать достойную победу. Панкратион – древний олимпийский вид единоборств. Своё летоисчисление ведёт с 648 года до нашей эры. Это один из самых жёстких видов спорта, в котором используют приёмы из различных видов борьбы – бокса. Он пользуется большой популярностью во всём мире. Во дворце спорта «Надежда» первыми на ковёр вышли юные бойцы от 7 до 14 лет. По правилам, участниками первенства могут быть все желающие, а в чемпионате только победители внутрисекционных турниров, районных, городских, областных и других первенств. Но в «Надежде» перед всеми спортсменами стояла одна задача – быть в тройке призёров в своей весовой категории. Конкуренция была большая, ведь в Московской области панкратион – один из ведущих видов боевых искусств. Чемпионат и первенство Московской области – оно единое, единственное, и проводится именно сегодня. Оно является стартовым мероприятием для отбора на первенство чемпионат Центрального федерального округа. Панкратион наряду с другими боевыми искусствами – один из ведущих видов спорта при подготовке бойцов специального назначения. Владеть в совершенстве приёмами борьбы – главная задача для спецназовцев. А освоить их можно, как раз занимаясь в секциях и спортшколах. Панкратион, как и вообще борьба, бокс – это является основой бойца подразделений специального назначения, ну и просто военнослужащего любых родов войск. Это поможет не только при службе, но и просто защитит любого гражданина нашей страны. Рашид выше руки пропускает, в сирене работы ножку добавляет и борьбу. Руки выше. Советы тренера борцы тут же воплощают в реальность, изо всех сил стараясь заработать зачётные очки. И вот радость победы для одного и горечь от поражения и боли для другого. Серпуховскую команду представляли спортсмены из городских секций борьбы и спортшколы «Зубрёнок», которые уже имеют солидный спортивный вес и заслужили уважение соперников, побеждая в различных российских и международных состязаниях. Сама атмосфера юношеских стартов, она близка мне очень, да, мне нравится наблюдать за этим. Единоборство закаляет, воспитывает мужские качества, да, вот, ты немного по-другому смотришь на какие-то жизненные ситуации. Совсем другой была атмосфера на боях за чемпионские титулы. В них принимали участие опытные бойцы, но и перед ними стояла всё та же задача – быть в тройке призёров, чтобы получить путёвку в состав сборной Московской области на турнир Центрального федерального округа, который состоится в Липецке. Серпуховичи в борьбе за чемпионское звание выступили достойно. Но даже забоевав победу, спортсмены остаются не совсем довольны своим выступлением на ковре. Не хватило больше тренировок, как бы, сил, чтобы вытянуть все эти четыре минуты, не так сильно устав, но как бы хотелось большего. По итогам первенства и чемпионата будет составлена сборная Московской области, в которую войдут победители соревнований в Серпухове. Перед сборной план отобраться на первенство и чемпионат России. И в дальнейшем первый-второй номер, кто станет чемпионом и серебряным призёром чемпионата и первенства Центрального федерального округа, они поедут на первенство и чемпионат России, где они будут отбираться на Европу и мир, в сборную команду России. Все победители получили свои законные награды, медали, грамоты, а лучшие в командной борьбе – кубки. Серпуховичи в общей сложности завоевали 26 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых. Также они стали первыми в командной борьбе как в первенстве, так и в чемпионате Московской области.